Здравствуйте, это компания Viva Telecom и давайте сегодня еще один эксперимент проведем по питанию радиостанции. Будем выяснять зависимость выходной мощности передатчика от напряжения питания на батарее, ну у портативной станции в данном случае. То есть я, смотрите, сейчас вот у этой станции, у TITRADIO TDH3, номинальное напряжение на батарее 7,4 вольта, но при полностью заряженной батарее оно составляет 8,4 вольта. Я сейчас источника питания начну подавать тогда различные напряжения, начиная от 84, будем отпускаться там по пол вольта вниз, да, и будем измерять выходную мощность передатчика при каждом из этих напряжений и выясним, какая у нас зависимость выходной мощности от напряжения на батарее, ну или от напряжения питания. Начинаем. Так, ну что, давайте будем измерять. Так, на частоте 145 мегагерц будем излучать FM-модуляция, радиостанция подключена к источнику питания. Выдаем сначала напряжение питания 8,4 вольта, ограничение потоку 10 ампер, поэтому здесь проблем нет. Мощность, сейчас я вам покажу, 145 мегагерц, мощность высокая. Вторая кнопка передачи, соответственно, будем нажимать на вторую кнопку. Смотрим. Излучаю я на большой мощности, напряжение 8,4. Так, 4,33 ватта. 4,33. Так, давайте здесь теперь ровно 8 я ставлю. Снова излучаем. Так, вам вот так вот видно, наверное, будет, да? Можно, конечно, было повыше, но так читаемо тоже. Так, излучаю 8,4,2. 4,2. Так, 8,0, 4,2. Так, ну давайте теперь опустимся на 7,5, да, вольт. 7,5 вольт. Смотрим снова. Что она у нас будет тут излучать. 4,2 ватта тоже стабильно пока. Ну вот, 4,1 ватта, да, просела немного. Перегревается, видимо, передатчик и начинает падать мощность. Потребление сейчас 1,5 ампера стабильно. Естественно, до перегруза еще очень далеко, поэтому... Ну, пишем вот это значение тогда, 3,93. 7,5, 3,93. Так, давайте ровно 7 я ставлю. Ровно 7 вольт передаем. Передаем. Так, снова потребление 1,44. И мощность пока, как видите, около 4 ватт, так и есть. Интересная ситуация, да, то есть уже 7 вольт напряжение, но выходная мощность пока не теряется. Так, 7,0, 4,0. Ну, давайте теперь 6,5 я поставил. 6,5. Излучаю. 6,5, потребление 1,42. 3,93. Ну, фактически стабильно. 3,93. Хорошо, давайте 6 ровно ставлю. Еще поехали. Ну, вот здесь уже просело, да, немного. 3,6 ватта. 3,6. Так, и что у нас она пишет на дисплее? Да, она, батарею она показывает уже пустую, но на передачу, как видите, она работает. Да, 3,3,7 ватта. Ну, все, наверное, ниже мы уже не опустимся. Давайте я посмотрю. 5,5. 5,5 я поставил. Сейчас на блоке, да. 5,5. Еще раз пытаюсь выйти на передачу. 3,3 ватта. 3,35. Ну, все, я думаю, до пяти мы уже не дотянем. Она сейчас отрубит станцию. Или у нее-то, кстати, нижний порог очень низкий, да, по выключению питания. Вот уже 5 вольт ровно с источника. Давайте пробуем еще разок. 2,9. 2,9 ватта. Припятирозно. 5,0, 2,9. Так, до 4,5, по-моему, она уже не позволяла, да, опускать питание? Забыл. Нет, еще работает. Так, 4,5, смотрим. 2,3 ватта. Но у вас, естественно, не получится так уже работать, потому что не допустит батарея такого разряда. Ну-ка, 4 вольта я еще поставлю. То есть, если будете от внешнего источника, конечно, запитывать. Так, 4 еще работает. 1,75. 1,75. Так. 3,5. По-прежнему работает. 3,5 вольта. 3,5 излучаю. 1,3. 3,5. 1,3. Так, придется, наверное, знаете, что сделать? Придется взять Квашенки еще. Потому что меня приятно удивила эта станция своей стабильной выходной мощностью. Ну-ка, давайте я уже до 3 доведу. Ну, 3 вольта она даже еще работает. Ну-ка. Ну все, вот на 2,7 она уже выключилась у нас. Все, и на 3 вольтах она уже не включается. 4 вольта. 4 тоже. То есть, на 5 тоже. Вот, от 6 вольта она примерно включается, если включено питание по регулятору верхнему. Так, давайте я сейчас еще возьму Квашенк. Посмотрим, как на нем стабильность наблюдается, выходной мощности или нет. Так, подключили UV-K5-8. Так, как бы вам показать дисплей. 145 МГц, мощность высокая. Здесь у нас 8,4 вольта. Ограничение по току, как видите, 10 ампер. Так, здесь 145. Нажимаю на передачу. Смотрим, сколько будет излучать на 8,4 вольта. Так, 4,5 ватта. 4,5. Так, давайте сразу, чтобы столько шагов не делать, я 7 тогда ватт поставлю. Ой, 7 вольт поставлю. Вот, смотрим, 7 вольт напряжения, да. Пробуем. Еще жмем на передачу. Так, 4 и 2. 7,4,25. 7,4,25. Ну, незначительно упало. Так, давайте теперь 6 вольт. Ой, 5. 6 вольт ровно. Станция работает. Так, 6 вольт. Смотрим. Нажимаю. 3,17. 6. Так, все. Сейчас подведем итоги. Так, ну что, я приятно удивлен. Я думал, что зависимость эта будет гораздо хуже. То есть, будет существенно падать выходная мощность. Но тут, смотрите, на 8,4 вольта. 4,3 ватта мы получили. Допустим, на 7,5 вольт. Около 4. То есть, буквально на 0,4 ватта всего лишь мощность упала. Ну, то есть, на 10 процентов, грубо говоря, да. Дальше. Если почти уже до напряжения отсечки на аккумуляторе 6 вольт ровно. 3,6 ватта. То есть, тоже еще более-менее. Я думал, там уже вообще в районе 2 ватт будет. То есть, полезно было сделать все-таки данный анализ. Теперь, смотрите, у Квашенга UV-K5-8, которую зависимость это побольше. То есть, на 8,4, 4,5, но фактически такая же, как у TD-H3. А вот на 7 вольт, если мы сравниваем, ну или вот на 6, да, напряжение отсечки, когда тут уже проседание на 3,17 ватта получается выходная мощность. То есть, в полтора раза, да, упала выходная мощность. У TIT-Radio все-таки контроль выходной мощности получше сделан. Поэтому тоже от класса станции, видимо, зависит еще и этот параметр. Ну, то есть, вот различные классы оборудования, да, они в мелочах все-таки также наблюдается зависимость. Поэтому вот это было полезно сделать. Но в целом, как видите, более-менее нормально. То есть, у UV-K5 на 7 вольтах еще 4,25 ватта выдается мощности. Все, у кого вопросы есть по данному видео, задавайте их в комментариях. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. На этом закончим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok